Сложно себе представить более ответственную профессию, чем профессия врача. Они ежедневно спасают жизни и здоровье людей, приводя в движение чьи-то сердца, возвращая возможности снова ходить, дышать, жить. А вот сами врачи часто скромничают, поясняя, что за любой заслугой стоит командная работа. Так считает и главврач Брестского областного психоневрологического диспансера Николай Сказкевич, который призван лучшим в номинации здравоохранения конкурса «Человек года Брещины». Это признание труда всего коллектива, всей службы области, которую я возглавляю. И, конечно, это в первый раз. Эмоции противоречивые. С одной стороны, конечно, это положительные эмоции. С другой стороны, я понимаю, какой это груз ответственности, что планка достигнута высокой, и сейчас ее удержать. Конечно, это потребует еще больших усилий. Николай Сказкевич возглавляет психиатрическую службу Брестской области 15 лет. Психоневрологический диспансер работает как часы. Здесь не нужно каждому рассказывать, что он должен делать. Все и так все знают. Их задача оперативно и качественно оказать медицинскую помощь своим пациентам. Подход всегда приходится искать какой-то индивидуальный к пациенту, потому что, ну, хотя пациенты в целом-то обращаются с похожими проблемами, и с теми же психическими расстройствами, с какими-то одинаковыми, по сути. Но какая-то жизненная ситуация у них, которые привели в итоге их сюда, к нам за помощью, они всегда несколько разные, отличаются. И приходится этот подход искать, потому что кому-то нужно дополнительно объяснить и рассказать, как правильно принимать лекарства. Кому-то нужно просто дополнительно еще, и это чувствуется всегда, какие-то дополнительные слова поддержки, просто внимания уделить, ну, даже за рамками уже там отведенного на прием время, из-за того, чтобы пациент ушел, ну, с какой-то, скажем так, воодушевлением и пониманием того, что, ну, его проблема разрешима. В первую очередь это добросовестное исполнение своих обязанностей, это работа каждый день с полной выкладкой, с желанием и целью изменить мир к лучшему. Брестская область в целом и психиатрическая служба, в частности, наша, достаточно неплохо работает, имеет хорошие показатели в сравнении с республиканскими. Например, у нас в области больше в сравнении с другими областями выше выявляемость психических расстройств, потому что у нас в каждом районе есть врач-психиатр. То есть цель – приближение максимальной помощи к людям. Поэтому доктор может раньше выявить патологию, как бы это банально не звучало, раньше начать лечение, и это лечение будет более успешным, более эффективным. Кстати, если сравнивать с другими регионами, в Брестской области достаточно низкий выход на инвалидность вследствие психических расстройств и низкий уровень совершения самоубийств. Это говорит о том, что психиатрическая служба активно развивается, стереотипы развенчиваются, и люди верят, что им помогут. Очень активно используется стационар, замещающий технологии. То есть мы стараемся, лиц с психическими расстройствами, в меньшей степени лечить в условиях психиатрического стационара. Помощь оказывается в основном на амбулаторном этапе. Есть такая программа, концепция развития психиатрической помощи в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. Там есть целевые региональные показатели. Их 9, и один из 9 показателей – это процент пациентов, которым оказывается помощь в амбулаторных условиях. И целевой показатель составляет 81-85%. То есть это то, что нужно было каждой области достичь к 2020 году. У нас в области по итогам работы за 2019 год этот показатель составил 92%. То есть помощь оказывается максимально на амбулаторном этапе, что опять-таки снижает стигматизацию и повышает доверие общества.